Альмира Стебаева Из чего в реальных складывается составляющая успеха? Об этом мы поговорим с Кокшетауской бизнес-леди. Она с вами поделится тонкостями и хитростями ведения бизнеса. Я всю жизнь как бы работаю на себя. Никогда не работала, можно сказать, на кого-то, на государство. Я всю жизнь работаю как бы на себя, занимаюсь бизнесом. У меня много было деятельности бизнеса. Я начинала с малого. Ну вот Кокшетау, вы, наверное, знаете, рынок, шайба. Я оттуда вообще начинала свою деятельность бизнеса. Много я чем занималась, могу как бы перечислить, что я занималась строительством домов. У меня был мебельный цех, мягкая мебель. Я сама лично производила мебель. Мебель не перезакупка была, а сама лично производила мебель. У меня были работники с России. Производство было очень хорошее. У них качество мебели было отличное. Я оснащала все районы, деревни. Здесь, в городе, у меня оптом закупали магазины. Потом, как бы сбыта не было, я перешла на другой бизнес. Бизнес у меня помимо... Вот сейчас я занимаюсь золотом. У меня магазин золота. Но побочно у меня есть и другие деятельности бизнеса. Вообще бизнес-леди должна обладать целеостремленностью. Она должна быть четко знать свою цель и идти к этой цели. Дисциплинированная должна быть бизнес-леди. И тогда все идет как бы вперед. Надо себя дисциплинировать. Женщины, мы намного более дальновиднее и многостороннее. Мы как бы смотрим на разные стороны бизнеса. Мы смотрим разностороннее. Если мужчина смотрит в одну столько сторону, мы смотрим разностороннее. Вот я даже занимаюсь бизнесом не только в одном направлении. У меня есть еще другие направления бизнеса. Меня пригласили в Астане на республиканский конкурс бизнес-леди Казахстана. Я участвовала в нем. Заняла номинацию леди идеал. Можно сказать первое место, потому что меня первые зачитали. И как бы там подарки... Много, очень много было подарков. Вообще интересный был конкурс. Он... Три... Как сказать... Три этапа было. Первое — это рассказать о себе. Второе — на эрюдицию. И третий конкурс — это творчество. Ну, что-то спеть, станцевать, рассказать стихотворение. Что-то в таком роде было. Очень понравился этот конкурс. Для меня он много что дал. Знакомство с людьми интересными. Мы поделились опытами друг с другом. Это были участницы со всех городов Казахстана. Как читала, я одна была. Ну, там со всех городов по одному человеку. С Шимкента, с Караганды, с Алматы, с Астаны. Вот так, с каждого города по одному человеку. По одной женщине бизнес-леди приглашали. На самом деле, очень яркая и безусветия. Приятно с нашим городом Копшенал. Поддерживаем всех участниц. Рокче-рокче. Наша премьерская функция. И номинация идеала. На самом деле, идеальная женщина. У нее все в порядке, у нее все есть. Все, что нужно было делать, у женщины у нее все осуществилось. Раз в год я езжу, отдыхаю за границу. И оно мне хватает для отдыха. Работа, я говорю, работа, вот она мне в удовольствии. Она мне также приносит отдых. Я работаю, отдыхаю, можно сказать. Она мне не напряг, работа моя. Я еще строю дома. Здесь, в этом городе, я построила шесть домов. Люблю отстроиться. Меня никто не заставляет. Вот я люблю строиться. У меня дети, муж, госслужащие. Они все в госслужбе. Я одна, бизнес-леди. И все везде, как бы я успеваю. Они меня поддерживают. Моя вот семья меня во всем поддерживает. Золото – известный во всем мире драгоценный металл. Его запасы по сравнению с другими металлами земли малы. Добыча и выделения трудозатратные, поэтому стоимость довольно высока. Обладая пластичностью, ковкостью и ярким блеском, золото стало идеальным материалом для изготовления украшений. Атрибута власти, предметов роскоши у разных народов. Символ богатства, высокого положения в обществе. Вот основная роль желтого металла в мировой истории. Год назад открыла ювелирный магазин. Я занимаюсь в 13 лет. Я привозила, раскидывала по организациям. Вот так я работала, потому что у меня другая деятельность была, бизнеса. По нашему городу конкуренция, да, есть. Больше идет спрос. Сейчас почему-то вот при пандемии у нас спрос на обручальные кольца. Большой спрос на обручальные кольца. Вот всегда берут на кудалык у нас в казахе. Берут много изделий на кудалык. Сразу набирают по 10, по 15 наборов. Ювелирные изделия можно на глаз определить, но на глаз тоже не определишь, конечно. Я-то уже, у меня глаз набитый, я знаю, как это проверить золото. Но надо обращаться к специалистам. Я сразу, если изделие, кто-то, человек согнивается, я веду ломбард. И там мы проверяем. На пробу обязательно смотреть надо. И бирка. Бирка должна соответствовать грамм, весу. Она должна, размеру изделия должна соответствовать. Вообще, я советую покупать изделия Кострома, очень хорошего качества золота. Изделия Соколов. Их можно проверить. У них сайт. Их можно проверить. Диамонт. Неплохая фирма. Мужчины покупают для себя печатки, цепи, браслеты. Покупают мужчины. Заходят сразу, выбирают и берут. Больше покупают они подарки для своих жен, девушек. В маркетинге, ходе, это я привлекаю клиентов. У меня реклама идет. Инстаграм я веду. Каждый день закидываю. Всегда привожу что-то новое. Я часто привожу акции. Даже я провожу акции, кто на лайки дарю серебряные наборы. Я прямо говорю, вы мне показывайте, отправляйте по WhatsApp у меня изделие, какое вам лично нравится, какое вы увидели. Я все тоже могу привезти. То, что вы мне покажете, я привезу. Товар я вожу с России. Сертифицированная. У каждой женщины должен быть жемчуг. Это самое оригинальное украшение для женщины. Смотреть надо на пробу. Какая проба этого изделия. Рауфтопаз. Вот он идет кольцо, сережки и кулончик. Золото тут твердое. Пробу поддерживает она. Даже выше поддерживает, чем стоит проба. Рауфтопаз называется камни. Рауфтопаз качество очень отличного качества. Всему учат сейчас в Атамикене. Это месяц учебы. Вроде как бы я пришла и говорят, вот такая женщина пришла. Чему мы можем ее научить? Нет, там многому научилась. Как витрину поставить, как луки сделать. Всему-всему учат. Как бухгалтерию учат. Налоги как сдавать. Ну, всему. Для начинающих бизнесменов мой совет. Начинать всегда надо с малого. Не надо начинать вот так, чтобы потом прогореть где-то. Потихоньку надо начинать бизнес с малого. Без кредитов. Желательно без кредитов. Блеск золота манит и привлекает человека на протяжении многих столетий. Этот металл ассоциируется с солнцем, теплом и красотой. Изделие из золота делает образ элегантным и завершенным. И очень хочется, чтобы любые украшения оставались в идеальном состоянии как можно дольше. Сейчас ювелирное дело само по себе отдельный бизнес. О тонкостях своей работы в этом выпуске рассказали и сами реализаторы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова